Нагай внук Чингисхана Нагайский хан Нагайска или Нагай, а также написаны Нагай, Нааи, Нахай, Накай, Нгачи, Ночи, Каранаха и Иса Нагайцев. Был вообще и Кинг Майор Золотой Орды и праправнук Чингисхана, Баал, Баул, Тивалхан, седьмой сын Джучи. Нагайский хан в ислам. Ранняя жизнь при Бату и Берке. Нагай родился от Татарина, Тутара, сына Тирвала, который был сыном Джучи. Тюрк Чингисхан Старший сын Чингисхана Джучи хан Золотая Орды и Мавзолей Джучи хана, Каз. Жаши хан, расположенный Казахстан в Улатаузском районе Карагандинской области Жасказгана, похоронен старший сын Чингисхана, Джучи. Он будет управлять уделом своего деда после смерти отца. После монгольского вторжения в Европу, Баты оставил Нагайцев Стумена, десять тысяч воинов, в современной Молдавии и Румынии в качестве пограничника. Он был племянником Берке-хана, а также Бату-хана и Орда-хана, и при своем дяде он стал могущественным и амбициозным военачальником. Второе вторжение в Польшу. В последние годы своей жизни Берке начал делегировать все больше и больше ответственности своему многообещающему племяннику. Ведущая роль многое впервые появляется вместе с Талабугой при известном монгольском генерале Бурундай как боевой командир в 1259-1260 году. Он был молодым субкомандующим во время второго крупного монгольского набега на Польшу, предпринявшего оплату войны Берке против Хулагу. Здесь Нагай отличился и разграбил Сандемир, Краков и другие города. Война против византийцев в 1265 году Нагай повел свое войско через Дунай, ведя 20 тысяч человек на территорию Византии. Он разбил перед собой византийские войска и опустошил города Афракии. В 1266 году император Михаил VIII Палеолог, желая заключить союз, отдал в жены Нагаю свою дочь Ефросинью Палеологину. Он подарил золотой орде многоценных тканей и стал союзником Орды, главным образом распоряжаясь ею через Нагайцев, а не через официального хана. Нагайцы совершали набеги на Болгарию и Византию. Во время первого набега восточно-римский император Михаил VIII сбежал битвы и предложил свою дочь в жены Нагайцам. Нагай думал о казни Ивана, второго претендента на болгарский престол, но его жена Ефросинья просила его пощадить Ивана, и Нагай уступил. Ивану было разрешено бежать в Малую Азию. Нагай сделал нового болгарского императора Георгия Тиртира своим вассалом. После бегства Георгия в Константинополь Нагай посадил на болгарский престол своего ближайшего соратника Смелета, оставив Болгарию вассалом Золотой Орды. Здравствуйте, подписывайся на канал, нажми на колокольчик.